Дорогие слушатели, мы все люди, и поскольку мы являемся людьми, мы намного мудрее всех животных, и мы имеем власть управлять всем, но в то же время, поскольку мы люди, поэтому, когда к нам приходят несчастья, трудности, порой мы не можем их разрешить. По этой причине, когда к нам приходит вера в Бога, когда наше сердце становится близко с сердцем Бога, Господь Бог начинает слушать нашу молитву, Он начинает помогать во всех вопросах, которые возникают в нашей жизни, и через это мы можем славить Господа Бога. С детства я ходил в церковь, но вы меня извините, мы с друзьями делали очень много плохого, я ходил на поле, и мы воровали яблоко, картошку, и меня очень сильно мучилась совесть из-за греха. Я старался всячески избавиться от этого греха, но я не знал, что мне нужно сделать, чтобы освободиться от греха. И однажды, когда я читал Библию, один раз, два раза, три раза, я говорил, Господь, у меня много греха, пожалуйста, прости мои грехи. Я был юн, но я в то же время понимал, что есть ад, и мне совсем не хочется идти в ад. Я не хотел идти в ад. По этой причине я молился Богу. И однажды в моем сердце, я очень всерьез, молился Богу, чтобы Бог просил мои грехи. Я говорил, Господь, я хотел воровать яблоко. Я воровал хурму. Господь, я с друзьями ругался, дрался. У меня есть много греха, Господь. Но однажды, когда я читал Библию, что было написано в Библии? В Библии написано, все согрешили и лишены славы Божией. Затем написано, получая оправдание дара по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Когда я прочитал это слово, я был удивлен, потому что, если подумать, получается, Бог говорит, что даром, то есть бесплатно, Он оправдал меня. Я точно обманывал, я точно воровал фрукты, овощи. Я делал много плохого. Но слово говорит, что я получил оправдание. Это же не просто слова пастора церкви, ни слова отца, ни слова старшего брата. Если бы это они сказали, это бы не имело бы большой силы. Но это же слово Бога. И в слове Божьем написано, что я получил оправдание. Знаете, я ходил в пресвикторианскую церковь. Я не говорю, что все пресвикторианские церкви плохие. Однако, когда я ходил в пресвикторианскую церковь, все братья и сестры приходили и говорили, в воскресенье Господь, а грешник, прости меня. Но в церкви никто не учил о прощении грехов. Поэтому 10 лет ходят в церковь, остаются грешниками. 20 лет ходят в церковь, остаются грешниками. 30 лет ходят грешниками в церковь. И когда становятся перед смертью, они трясутся от страха. И таких людей было очень много. И я в том же числе делал много плохого, много воровал, поскольку я обманывал. Кто не знает, что эти вещи являются грехом? Все знают. По этой причине я просил Бога, чтобы Бог простил мои грехи. Я говорил, Господь, я сделал такое, 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 пожалуйста, прости меня. Но сколько бы я ни молился, я не мог нигде получить подтверждение, что мои грехи прощены. Все, братья и сестры, усердно ходят в церковь, просят Бога, чтобы Бог простил их грехи, но остаются грешниками. И пастор учит, что мы грешники. И пресс-виктор говорит, что он грешник. И я вместе с ними говорил, что я грешник. Хотя я согрешил. Но не хочется оставаться грешником. Тем более, когда я подумал, что если я стану с этим грехом перед Богом, Бог скажет, у тебя много греха. Со грехом невозможно войти в Царство Небесное. Иди в ад. И мне было страшно представить, что именно так произойдет, когда я стану перед Богом. По этой причине я начал читать Библию. Один раз я прочитал Библию. Второй раз прочитал. Знаете, в юности я очень много читал Библию. Ветхий Новый Завет. Один раз, 10 раз, 20 раз, 30 раз прочитал Библию. И знаете, истории библейские я уже запомнил. Но, ведь самое важное, сколько бы ты не верил, если ты имеешь грех, ты идешь в ад. Как бы ты ни старался, сколько бы ты ни жертвовал, сколько бы ты ни сделал добрых дел, если не освободиться от греха, человек идет в ад. И мне было очень страшно из-за этого. я читал Библию раз, два раза, три раза. Но интересно, когда я читал Библию, я думал, я слишком много согрешил. я много обманывал. Я злой человек. Знаете, я был уверен в этом. Я не знал, как освободиться от греха. Я читал Библию, искал ответ на мои вопросы. Но, что удивительно, до этого, сколько я бы не читал Библию, я просто пропускал мимо себя. Но, в Библии написано о том, как прощаются мои грехи. Я был удивлен. Ничего себе. Здесь написано, как прощаются мои грехи. Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих. 23 стих, когда я прочитал, там написано, все согрешили и лишены славы Божией. Иными словами, поскольку мы все согрешили, мы грешники, поэтому мы не можем войти в Царство Небесное. Это естественно. Это всем нам понятно. Но, следующий стих, 24 стих. Когда я прочитал 24 стих, я читал это слово. Но часто запомнил только эти слова. Все согрешили и лишены славы Божией. Но Библия, это очень хорошая книга. Слово говорит, если ты украл, ты идешь в ад, ты идешь в проклятие. Когда читаешь такие вещи, у тебя нет силы в душе, и ты закрываешь Библию без силы. Раньше, сколько я бы не читал Библию, я не замечал этот 24 стих. Будучи грешником, когда я читал Библию, написано, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Что удивительно, обратите ваше внимание на слово. Я точно грешник. Правильно? Я согрешил, я грешник. Но, когда я открыл слово Писания, интересно, я стал иным. Аминь. Что говорит нам слово? Все согрешили и лишены славы Божией. Так ведь написано? До 23 стиха. Нам всем понятно, что мы лишены славы Божьей, что не можем войти в Царство Небесное, и что если мы умрем, даже если скажут, зачем тебе в ад, мы должны попасть в ад, потому что мы согрешили, и нет способа освободиться от ада. Однако, что удивительно, это то, что в Библии написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Я же правильно читаю? Я даже наизусть запомнил этот стих. Да, точно согрешили. Тогда, как в Библии написано, возьмитесь за грех смерти, нужно идти в ад. Так ведь должно быть. Правильно я говорю? Но, что написано в 24 стихе? 23 стих говорит, «Потому что все согрешили и лишены славы Божьей». Послушайте внимательно. Я согрешил, и поскольку я согрешил, я стал грешником, и я лишен славы Божьей. Но, следующий стих говорит нам. Представляете, вот такое слово есть. написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». Тогда, что должно быть в следующем стихе? Ты должен очиститься от грехов, ты должен попасть в ад, поэтому тебе нужно как-то освободиться от греха. Так ведь должно быть? Точно согрешил и должен попасть в ад, должен получить проклятие. Вот такой он человек. Правильно? Но, это слово, касается всех нас, дорогие слушатели. Мы все должны получить проклятие. Однако, здесь появляется что-то еще. Что именно? Иисус Христос. Понимаете? Иисус Христос появляется в следующем стихе. Вы понимаете это? И, когда явился Иисус Христос, написано, «Все согрешили и лишены славы Божьей». получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Поскольку Иисус Христос искупил, поскольку Он совершил наше спасение, вы понимаете? Иисус Христос искупил, это что значит? Заплатил цену. Цену за наш грех. Поскольку Он освободил нас от греха, Он купил нас и поскольку Иисус Христос искупил нас от греха, через Иисуса Христа. Раньше мы согрешили, мы должны были получить проклятие. Вот такими мы были людьми. Но через Иисуса Христа уже совсем другой нас ждет. Если вдруг вы сели в поезд и вы показываете билет на поезд, тогда вам скажут, пожалуйста, садитесь. Верно? Но если вы сели в поезд без билета, то что вам скажет проводник? Скажет, вам надо заплатить за дорогу или вам нужно выйти из поезда. Они скажут, пожалуйста, или выходите, или заплатите за билет. Так ведь будет? Верно, я говорю? Мы согрешили. Допустим, я согрешил на тысячу долларов, на десять тысяч долларов. Однако, если заплатить за мой грех, тогда все закрывается. Ну, невозможно же просто деньгами заплатить за грех, правильно? Иначе только богатые попали бы в рай, а бедные стали бы. Или кто-то бы говорил, вот, у меня не хватает три тысячи долларов, пожалуйста, дайте, тогда я смогу попасть в царство небесное. Так будет перед смертью. Однако, не деньгами мы можем очиститься от грехов. Знаете, обычно богатые люди имеют большой живот. У меня такой, может быть, в глазах других он большой, у меня живот, но я считаю, что у меня неплохой живот. Так ведь? Хорошо, не судить. Строго. Смотрите, мы согрешили и мы должны точно получить проклятие, но получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. То есть, искуплением во Христе Иисусе мы даром получили по благодати его оправдание. Библии. Вы можете не обращать внимания на другое, но на это вы обязательно должны обратить ваше внимание. Вы согласны искуплением во Христе Иисусе? Поскольку Иисус Христос умер на кресте за нас, поскольку Он страдал за нас на кресте, поэтому мы получили искупление через искуплением во Христе Иисусе. Затем есть такое хорошее слово по благодати его даром. Правильно? У вас тоже есть эти слова? Знаете, я тоже удивляюсь этим словом. Написано даром получили оправдание. Дорогие слушатели, это слово Бога. Бог сегодня всем нам служителям что Бог хочет сказать? Ты согрешил. Я, конечно, не Бог, но я скажу, да? Бог говорит, ты согрешил. Вот представьте, что Бог так говорит. Но поскольку мой Сын Иисус Христос умер на кресте, проливая кровь, поскольку Он искупил вас по благодати Божьей даром, то есть, хотя вы не заплатили, вы получили оправдание. Надо, чтобы было видно стихи из Библии. Надо, чтобы стихи из Библии показали. написано, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Даром по благодати Божией мы получили оправдание. Я еще не успел задать вопрос. Скажите, оправдал вас? Кто оправдал? Скажите, кто получил оправдание? Кто получил оправдание? Уксупак. Уксупак получил оправдание. Так ведь? Уксупак получил оправдание. Что мы точно можем сказать? Господь Бог сотворил человека. Он сделал, чтобы мы владычествовали над всем. И для этого Он дал мудрость, которого нет у других животных, дал силу, дал благодать, которую не имеют другие, красивое лицо, здоровое тело. Бог все дал нам. Но Бог дал всю милость. Однако человек стал грязным из-за греха. Знаете, когда человек запачкается калом, тогда от него идет неприятный запах. Богу тоже не нравится, когда мы имеем грех. Поэтому, чтобы мы вместе с Богом могли жить Царством Небесным, для этого Господь Бог должен был омыть наши белее снега. Аминь. И Господь Бог для этого Он хотел совершить это дело. Ой, ты совершил вон отсюда, все, ты мне больше не нужен, зачем мне грешник нужен? Отойди от меня! Бог не хотел поступить с нами так. Он все-таки сотворил нас. Мы же Его люди. Поэтому Господь Бог, Он хотел делиться своим сердцем с нами. Поэтому дал нам душу, сердце. Аминь. Как же это же есть большой повод для благодарности. Чтобы делиться сердцем, мы должны уметь беседовать. Господь Бог, Он сделал, чтобы мы могли говорить. Я в детстве задавался вопросом «Интересно, Бог говорит по-английски, по-корейски, по-китайски?» Если бы Бог говорил по-английски, мы бы все знали английский язык. Но мне кажется, Бог говорит на всех языках. Поэтому не обязательно учить иностранный язык. все равно Бог слышит вашу молитву, когда вы молитесь на своем языке. И китайцев слышит, и корейцев слышит. У меня двоюродный брат, он вырос в Японии, и он плохо знает корейский язык. Мой дядя, он переехал в Японию и остался там. И двоюродные братья хорошо знают японский язык, но плохо знают корейский. Но Бог слышит и его. Дорогие, мы должны Бога понимать и мы должны понимать Слово Библии. И Слово Библии говорит о том, что Иисус Христос умер на кресте за нас. Он получил наказание вместо нас. И все мы ведь знаем об этом. Все знают, что Иисус Христос страдал на кресте ради нас. Однако Иисус Христос когда провел кровь шею он получил. И мы должны дать этот который получил Иисус Христос. И мы должны освободиться от греха, который в нашем сердце. Мы должны выбросить. Сейчас я снимаю пиджак. Как будто я снимаю пиджак. Мы должны снять наши мысли. Мы совершили зло. Но Бог должен нас от греха. Бог должен снять грех. Да. Бог тогда дает любовь, дает свое сердце. Понимаете это? Вы понимаете, что я говорю? В Библии написано «Все согрешили и лишены славы Божьей». 24 стихе написано «Есть ответ». Вы можете прочитать? Давайте вместе прочитаем. «Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе». Что говорит нам слово? Слово говорит удивительные вещи нам. Знаете, насколько это удивительно? Я воровал яблоко, хурму. В детстве я делал очень много плохого. я был грешником. Я был грешником, но Господь Бог нам какой бы грех мы бы не совершили, поскольку Бог возлюбил людей. Поэтому любой из вас Бог не хочет, чтобы попал в ад. От этого его сердце разрывается. поэтому он смотрит на Уксупака и говорит, допустим, я хочу спасти Уксупака, я не хочу, чтобы Уксупак попал в ад. И тогда появляется следующий вопрос, а что нужно сделать для этого? И Господь Бог, что Он сделал? Он взял Иисуса Христа, Единородного Сына Своего, и сделал, чтобы Он пришел в таком же человеческом теле, что мы имеем, чтобы Иисус родился через Марию на земле. Иисус Он пришел как Сын Божий, и Бог сказал ему, ты должен взять грехи всех людей, всего человечества и умереть на кресте. Тогда все люди люди хотя согрешили, но поскольку Иисус получил за них страдания, прощаются их грехи или нет? Если Иисус получил наказание за мои грехи, тогда мне нужно получать наказание? Мне не нужно получать наказание. Это значит, что мои грехи будут прощены. Аминь. Господь Бог, что Он сделал? Он не просто послал Иисуса, а сделал, чтобы Иисус Христос был распят на кресте. И эту истину Он объявил всему человечеству. Да, мы не жили в то время, однако Иисус Христос умер на кресте и сказал совершилось. И когда Он вознесся к Богу, вы же знаете об этом, в Библии так написано. И после этого Иисус Христос, который умер на кресте, Он умер за то, чтобы заплатить цену за наши грехи. Если мы согрешили, мы должны погибнуть из-за нашего греха. У Иисуса же не было своих грехов. Тогда почему Иисус умер на кресте, скажите? А потому что Он возлюбил нас. Потому что Он за наши грехи умер на кресте. Аминь. В Библии написано, все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Иными словами, мы точно грешники, но поскольку Иисус Христос умер на кресте за меня, поскольку Он искупил меня, поскольку Он спас меня, поскольку Он избавил меня от греха, поскольку Он совершил мое искупление, поэтому по благодати Божией, хотя мы ничего не сделали, но Иисус получил наказание за мои грехи. А если Он получил наказание за мои грехи, разве остался грех, за что мне нужно попасть в ад? Нет, не остался такого греха. Некоторые люди говорят, пастор, так мы же все равно грешим. Да, мы можем грешить дальше, однако наш Иисус Христос, Он очистил все наши грехи. Он взял на Себя все наши грехи и был распят на кресте. Аминь. Тогда у Иисуса нет греха. Тогда почему Иисус Христос должен был умереть на кресте? грехи. Потому что Иисус получил наказание для того, чтобы мы не получили наказание за наш грех. Он умер вместо нас. Иисус Христос, если умер на кресте за нас, когда Он умирал, поскольку Иисус Христос заплатил всю цену за наш грех, тогда разве остается грех, за что нам бы получить наказание? Нет, не остается. А если согрешить, мы разве не становимся грешниками, спрашивают? Дорогие, все грехи человечества Иисус взял на Себя и умер на кресте. В Библии написано Кремлевом, 3 глава, 23 стих. Вместе прочитаем 3-4. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Божьей искуплением во Христе Иисусе. Если бы мы остановились на 23 стихе, это было бы страшно, это был бы кошмар. Но есть 24 стих. Дорогие, если бы закончилось бы только все на 23 стихе, что все лишены славы Божьей, тогда это было бы для нас страшным кошмаром. Но 24 стих это есть Евангелие. Давайте вместе прочитаем. Получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. В Библии написано, что Иисус Христос умер на кресте за наши грехи. Поскольку Он пролил кровь на кресте, Он искупил нас, избавил нас. И поскольку Он избавил нас от греха, поэтому цена за наш грех уже полностью заплочена Иисусом и Христом. Иисус хотел нас наказать, а потом Бог видит, что у нас нет греха, он думает, а где же наш грех? А, Иисус же получил все наказание за нас. мы уже не должны получить наказание. Знаете, в детстве моих детей, я помню, мы пошли с детьми и с женой в столовую кушать. Я спросил, что вы будете? Кто-то сказал, вот это хочу, вот это хочу. Мы все поели. И когда поели, ой, сын думает, у меня только 20 вонов, что делать? Он будет переживать? Не будет переживать. Зачем ему переживать? Почему? Потому что он знает, у папы много денег. Да, отец точно будет платить за меня. У него есть вера. Так ведь? Дети не переживают за то, что нет денег, которыми заплатили бы они за еду. Они не переживают, когда с родителями. И действительно, родители будут платить. Один раз я поехал в путешествие с детьми из Тегу. Нам нужно было ехать на поезде. И с нашего дома мы решили на вокзал поехать на такси. Я, моя жена, и моя дочка, и сын, мы четвером сели в такси. Я спросил у водителя о такси, скажите, сколько нужно будет заплатить за дорогу? И он сказал, примерно 1000 вон. Я сказал, хорошо. И затем я сказал моему сыну, Янгук, давай ты будешь платить 250 вон корейских, потом сестра заплатит 250 вон, мама 250 вон, и я 250 вон заплачу, и это будет хорошо. А сын говорит, нет, папа, что такое? Ты должен заплатить. Я говорю, как, ты же едешь, почему я должен платить? Он говорит, папа, потому что ты наш папа. Мне нечего было сказать на это сыну. Тогда действительно мне нужно заплатить за поездку. Мы тоже должны сказать, нет, Бог, что нет? Иисус заплатил за наши грехи. Он получил наказание за нас. Он же наш спаситель. Мы должны сказать Господу Богу. Вы согласны со мной? Дорогие, Иисус Христос пришел на землю для того, чтобы не просто умереть на кресте, а для того, чтобы очистить все наши грехи и заплатить цену за наш грех. И Он сделал, чтобы наши грехи были омыты белее снега. Есть гимн с такими словами. Белее снега. Белее снега. кровь пролитой Иисусом Христом я омыт белее снега. Я не уверен, правильно я спел или нет, но есть такие слова. Иисус Христос, Он за наши грехи умер на кресте. Когда Он умирал на кресте, поскольку Он заплатил за наш грех. Порой у вас много греха, мало греха, но Он собрал все ваши грехи. И совершенным образом очистил эти грехи. Аминь. Библии написано, что Он омыл совершенным образом все наши грехи. И среди вас нет ни одного, кого бы Бог оставил, чтобы попали в ад. Аминь. Господь очистил все ваши грехи. Есть только одна проблема. Те, которые не знают это. О, я же воровал, я же обманывал, у меня же есть грех, я должен попасть в ад. Есть люди, которые переживают из-за этого. Когда мы не знали, мы переживали. Но сегодня мы должны читать Библию. Библию написано все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Библии написано, что даром. Хотя мы ничего не заплатили. Поскольку Иисус Христос умер на кресте, наши грехи омыты. Бог говорит, ты оправдан. Твои грехи омыты. Ты свят. И мы должны верить в Слово Бога. Кремлянам 3 глава 23. Вы видите? Вместе прочитаем 3-4. Потому что все согрешили и лишены славы Божьей. Если мы читаем только 23 стих, мы грешники. Но что сделал Иисус? Получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, это ведь большой повод для радости. Иисус Христос получил наказание вместо нас. Поэтому Бог говорит и нам, ты чист, ты праведник, все твои грехи, а мы ты. Иисус Христос, когда умирал на кресте, Он получил наказание вместо тебя. Так ведь говорит Бог, правильно? Давайте еще посмотрим. 23 стиха 34 Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, мы должны запомнить это слово наизусть. Давайте три раза попробуем. Потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, все слушатели согрешили и лишены славы Божией. Однако, поскольку Иисус Христос умер на кресте и искупил нас, поэтому Бог говорит нам ты оправдан. Все, кроме тех, которые носят галстук, оправданы. Нет. Если было бы так, была бы беда. Дорогие, это не слова Ухсупака. Это не мои слова. Это слово Господа Бога. Верно? Я сейчас говорю не свои вещи, а слово Библии. Дорогие, когда вы смотрите на себя, вы должны попасть в ад. Вы должны погибнуть. Ой, мой красивый сын должен погибнуть. Ну, как так? Если он попадет в ад, что делать? Ага, Иисус, давай ты пойдешь на землю и умрешь за людей и получишь наказание за них. Итак, Иисус пришел на землю 2000 лет назад, чтобы получить наказание за нас и проливая кровь на кресте, он умер за нас и через смерть Иисуса Христа мы получили уже оплату в виде крови Иисуса. Аминь. Дорогие, вы должны дальше слушать Слово. Не просто получил спасение и все. Это не угодно Господу Богу. Вам нужно ходить в церковь. Но даже те, которые не могут ходить в церковь, может быть, кто-то болеет или живет в далеком месте, но Слово Божие неизменно. Наш грех, он точно смог омыть. Мы согрешили. Мы грешники или мы не грешники? Мы не грешники, потому что все согрешили и лишены славой Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Это не мои слова, понимаете? Это не то, что я придумал, а с самого начала Библии было написано Богом. Библии это Слово Бога. И Бог значит нам так хочет сказать. Может быть, у кого-то возникают вопросы? Ни у кого нет вопросов? Наверное, я хорошо проповедую, что нет вопросов и что все понимаете. Но вы точно понимаете, что я говорю? Могу ли я задать вопрос тогда вам? Я вижу, что неуверенно отвечают. Могу ли я задать вам вопрос? Скажите, дорогие слушатели, у вас есть грех или нет греха? Хорошо ответили. Второй вопрос. Если вы кровью Иисуса Христа омыты, что будет, если вы будете грешить будущим? Вы грешники или праведники? Разве если согрешить не грешник становится человек? Нет. А почему не становится? Потому что Иисус Христос, когда очищал наши грехи, Он очистил не только пару наших грехов, но Он очистил все наши грехи. Аминь. Господь Бог. Знаете, если был бы глуп, как мы, может быть, Бог бы пропустил некоторые грехи, но Господь Бог, Он совершенный, поэтому начитил совершенным образом все наши грехи. Мне 80 лет. И если я проживу еще 10 лет, мне будет 90. А если проживу 20 лет, тогда мне будет уже 100 лет. А если прожить еще 50 лет, тогда мне будет 150. 50. Если я проживу тысяч лет, тогда еще будет 1100 лет. Но, дорогие, когда мы пойдем в Царство Небесное, мы должны запомнить, что если бы Бог поручил бы очищение наших грехов нам, мы бы не смогли очистить все наши грехи. Мы бы могли очистить пару грехов, но те, у которых остается хотя бы один грех, попадут два. По этой причине Иисус Христос, когда умирал на кресте, Он умер вместо наших грехов. И Иисус Христос, как бы вы ни сделали плохое, вы являетесь детьми, дочерями Господа Бога, поэтому Бог не мог оставить вас за грехом. Бог сделал, чтобы ни одного греха не осталось, и чтобы все грехи были омыты. Я правильно говорю? Ой, я прошлый раз обманывал, я прошлый раз ругался, а если я попаду в ад, что будет со мной? Вам не нужно бояться. Знаете почему? Потому что Господь Бог, Он на кресте через Иисуса Христа очистил все наши грехи. Он навсегда очистил наши грехи. Аминь. Аллилуйя. Дорогие, А если Он навсегда очистил наши грехи, то среди всех, кто сейчас меня слушает, скажите, вы попадете в ад или в рай? Почему вы отвечаете так неуверенно? Вы попадете в рай или в ад? Иисус Христос совершенным образом очистил ваши грехи. Он не стал оставлять какой-то грех, поскольку Он очистил чистейшим образом ваши грехи. Написано искуплением во Христе Иисусе, получая правдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Это значит, что у меня нет греха. Аминь. так жалко, дорогие. Сегодня многие церкви пастора учат, что мы грешники. Мы грешники. Но когда мы были грешными? Тогда, когда мы согрешили... Нет. До того, как Иисус Христос очистил наши грехи, мы были грешниками. Правильно? А после того, как Иисус Христос очистил наши грехи, мы больше не являемся грешниками, потому что Иисус совершил совершенное спасение. Какой бы грех вы бы не совершили, Иисус Христос омыл белее снега. Вы понимаете это? Вы святы? У вас нет греха? Вы праведны? Откуда вы знаете, что вы праведны? Написано, получая оправдание дара. Бог говорит, что ты уже получил оправдание. Ты стал праведным. Вот что говорит нам слово. Дорогие, может быть, у кого-то возникли вопросы? Можете поднять руку и задать вопрос. Или я хорошо объясняю. Может, у кого-то возникли вопросы? Никого не вижу. Значит, все понимаете, что я говорю, да? Такой момент. Так пастору, проповеднику, так радостно. Если вы верите в это, даже если вы хотите попасть в ад, вы не сможете попасть в ад. Может, кто-то подумает, как это пастор говорит, что мы не попадем в ад? Дорогие, не пастор говорит, Бог, чтобы избавить нас от греха, своего Сына послал на землю, и Он получил наказание всего человечества. Мы стали святы и праведны. Так свидетельствует нам Библия. Кремля нам в 3 главе 23 стихе написано, потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, а давайте вместе прочитаем 3-4. потому что все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Дорогие, мы согрешили, но через кровь Иисуса Христа мы были омыты белее снега. В детстве я читал Библию и однажды обнаружил эту истину. Я понял, что мои грехи омыты. И пастор нашей церкви, пресвиктор нашей церкви и те, когда называли себя грешниками, но когда я сказал, что я праведник, тогда начали говорить, да что он знает, что говорит, что он праведник. Знаете, я многое не знал, но в Библии было написано, все мы согрешены, лишены славы Божией. По благодати, даром, искуплением во Христе Иисусе написано, что мы получили оправдание. Это не мы сделали, а это сделал Бог. Может, у кого-то есть вопросы? Или всем понятно? Может, кто-то может об этом объяснить? Сестра может выйти? Никто не может сказать? Или кто-то из братьев может сказать? Все понимаете, что написано? Дорогие, вопрос спасения вы должны в совершенном образом знать, потому что не должно быть колебания. Перед смертью вы должны точно знать, как вы получили спасение. Все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром по благодати его искуплением во Христе Иисусе. Послушайте внимательно. Сегодня в Корее, в Сеуле есть многие люди, которые говорят, что верят в Иисуса, они ходят в церковь, но в то же время они называют себя грешниками. Большинство из них учатся, что они грешники, но это неправильно, потому что в Библии написано, что «Сесть согрешили и лишены славы Божьей». Однако искуплением во Христе Иисусе, поскольку Иисус Христос получил наказание за нас, все наши грехи были омыты, и мы стали праведными. Вот так должны мы верить. Некоторые люди говорят, «Пастор, да, я получил прощение грехов, но если я согрешил, тогда я становлюсь грешником». Разве не так? Но я хочу сказать, что эти люди говорят так, потому что они знают. Иисус Христос, когда умирал на кресте, Иисус Христос разве очистил только один грех? Нет. Он говорит, что очистил все наши грехи. Иисус Христос был послан Богом не для того, чтобы очистить один грех, а другие оставить. Бог послал Иисуса Христа, чтобы не было никакого недостатка, чтобы мы могли войти в Царство Небесное. Аминь. Вы понимаете это? Доколе Он намыл наши грехи? Навсегда. Вы хорошо все знаете. Он совершил вечное искупление. Все согрешили и лишены славой Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Давайте еще раз мы скажем. все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его искуплением во Христе Иисусе. Аминь. Я думаю и сегодня Бог радуется видя нас и говорит «Ой, Усупак, ты так хорошо учишь Евангелие, так хорошо». Иначе многие люди верили бы в Иисуса и называли бы себя грешником. Иисус Христос очистил наши грехи совершенным образом навсегда. Он совершил вечное искупление и воссел одесною Бога. Мы получили прощение грехов. У нас нет греха, верно? А если снова согрешить, что будет с нами? Да. Иисус очистил не один грех, а все наши грехи навсегда. Поэтому люди думают, вот если я получил прощение грехов, я могу грешить. Дорогие, Иисус Христос совершил вечное искупление. Так написано в Библии. Сегодня многие церкви ставят крест и учат, что Иисус Христос умер за нас. Но потом говорят о том, что мы должны просить прощения за грех. А нас, которые говорят, что получили прощение навсегда, называют еретиками. В Библии написано, что у нас нет греха. А если они говорят не то, что написано в Библии, значит, они являются еретиками. Как это можно сказать, что у нас остался грех? Не верьте, они являются еретиками. Мы не говорим ересь. Мы дети Божии. Господь Бог сказал, все согрешили и лишены славы Божьей, получая оправдание даром, поблагодать его в Иисусе. Так написано в Библии. Вы счастливы от слова? У вас появляется благодарность. Дорогие, оставшуюся жизнь, я желаю, чтобы вы жили вместе с Иисусом Христом. Когда у вас появляются какие-то трудности, болезни, тяжести, вы молитесь Богу. Бог будет слышать вашу молитву. Во имя Господа Бога вы будете становиться одним сердцем, объединяться друг с другом. И я уверен, что вы будете довольны жизнью на земле. А когда вы будете перед смертью, вы скажите, Господь, я уже иду к Тебе. Почему только Ты сейчас меня призвал к себе? Я желаю, чтобы вы были счастливы. Спасибо за внимание. Я на этом закончу. Субтитры